Новогодние сувениры, елочки и украшения на любой вкус, цвет и материал. Таких в магазинах не встретишь. Ручная работа местных мастеров. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка «Конкурс Ну и елочка». Более ста новогодних игрушек ручной работы представили староскольские и губкинские мастера декоративно-прикладного творчества. Разные техники, начиная от простейшего вязания, из ткани, из лотокустков. Здесь, кажется, все представлено от простейшего к сложному. Войлоко-воляние и просто из папье-маше сделаны. Представлены новогодние игрушки, елки и новогодние сувениры. Все работы разбиты на три номинации. Лучшая елочка, лучшая новогодняя игрушка и лучшая новогодняя композиция. Если здесь по номинациям посмотреть, где композиции. Очень хорошие, нам понравилось. Первое место дали и елочки. Если тоже мы посмотрим, у каждого свой вкус. И мы не можем сказать, что это плохая елка или хорошая. Каждая елка прекрасна по-своему. Мы уже больше первые места даем те, кто действительно руками сделал из прикладного творчества, из подсручного материала. Лучшей елочкой признана текстильная елочка-модница Ольги Васильевой. Кукла «Зимушка-зима» в исполнении Халиды Декиной победила в номинации «Лучшая новогодняя игрушка». А новогодняя сказка Елены Степаненковой стала лучшей новогодней композицией. Вы первые! Вы первые! Вы первые! Вы первые, команда «Борозьяк». Баба-Ига, Хрюша и Дед Мороз провели для детей игры и конкурсы. А Снегурочка пригласила на мастер-класс по созданию новогодней открытки. Получилось не у каждого, но все остались довольны. «Поделка. Мы делали елку-открытку. У меня не получилась она, потому что я слишком много клея нанес. У меня не получилась она. Я такое ни разу не делала. Мне понравилось очень. Но единственное, что не понравилось, что у меня теперь все руки в клее». «Мне понравилось, как мы рисовали на елке игрушки и то, что мы делали поделки. Подарите моей сестре. У нее будет день рождения». «Мне понравилось. Это очень интересно и занимательно». «Да, мне тоже. Это очень занимательно и сложно немножко». «Я подарю свою открытку папе. Это как бы открытка для Деда Мороза, потому что он у нас 1 января в семье родился». «А я в маме и своей собаке». Посетить Центр декоративно-прикладного творчества и увидеть новогодние работы староскольских и губкинских мастеров можно до 15 января. Мария Кретова, Евгения Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.